Мы снова утром в машине, так сейчас вырублю, а то опять сейчас будет проблема. Опять мы в машине, опять мы едем куда-нибудь. И опять это раз, да? А, что-то долго постояло. Так, радио досталось. Не надо мне проблемы с ютубом. Решил я проехаться и посмотреть, что же утром у нас тут происходит. Раз уж к нам присоединились и мои родственники. А поедем мы направо или налево куда лучше? Поеду налево. Налево как-то оно привычнее для мужчин. Покажу вам утреннее солнце и утренние наши приключения. Вообще лето, конечно, дело такое хорошее. Я бы даже сказал, интересно. Вся проблема лето это то, что во-первых, оно требует очень много энергии. Пардон, дорога такая. Вот так и ездим. Раишники заколуют за техосмотр. Да, сбился с курса я. А, про лето. Если бы лето можно было разнести на код, так вот, через каждый месяц летом, вот это было бы идеально. Потому что энергии, конечно, на все лето у человека не хватает. Особенно с возрастом. Хочется и то, и сё. Всегда думаешь, ну сейчас придет лето. О, дорогая, какая классная. Придет лето, ища я как оторвусь, я это сделаю, то сделаю. А потом начинается огород засуха. А утром поднялся, глаза открыл. Не очень хочется сегодня что-то. Ехать не на рыбалку, никуда. Хочется поспать. И всё, глядишь, лето и закончилось. А лето у нас, но небольшое, прямо скажем. Вот, кстати, любителям заборов показываю нашу деревню. Я одного забора деду. Как-то вот люди обходятся ж. И главное, что интересно, что и никто ничего ни у кого не подсматривает и не крадет. Вообще, по-моему, когда появились дроны, забор стал уже не актуален. Вот такая у нас дорога. О, молоко, смотри. Позитивное, кстати, в деревне. Начали появляться столики с молоком. То есть, молодые люди начали обзаводиться коровами. Потому что пять лет назад сложно было себе представить. Что кто-то, кто-то, что-то. Вот, кстати, тут, когда проезжаю, всегда вот такой участок. Не хочется ходить по нему. Вообще не люблю я на чужие владения заходить. Но участок вот очень хороший. Человек чувствуется, душу уложил у него. Там и водоемчик. И огрызочек с червячком. Потому что я где-то снимал, по-моему, в прошлом году. Такой очень позитивный участок. И даже ворота вот есть для мини-футбола. Но мы отправляемся на озеро. Потому что сегодня у нас четвертое июля. Скоро уже и пол-лета. Грянет. Менет. Пройдет. Хе-хе-хе-хе-хе. Поэтому надо еще и поплавать. Вот смотрите, как можно не любить Брославщину. Как можно не любить вот эти вот... Далягляды. В озера. Вот это все доброе, широе. Сегодня, кстати, День независимости Америки. Так что поздравляю всех, если кто-то смотрит из Америки. Вот. Вот такая у нас тут природа. Сейчас будем бороздить это маленькое озеро. Маленькое, но глубокое. Кстати, по наличию отсутствия присутствия и проторенных вот свежих следов, можно сразу сказать, что, видимо, клево пока нет. Это у нас основная проблема. Я когда-то думал, что если есть озеро по наивности по своим, то обязательно должен был и клево. То есть рыба просто необходима, чтобы она клевала. То есть берешь кусок батона и поехал. И ты уже, так сказать, в клеве. Но, ребята, не тут-то было. Обычно на таких озерах или слишком много желающих. Или оно платное. Ну, или просто рыба ушла на дальний кордон на данный момент. И как бы отсутствует пока. Ну все, пошел я снаряжаться. Не хотелось, честно говоря, мне сегодня выходить на природу почему-то. Ну вот как-то выглянул в окно и захотелось. Я, честно говоря, не знаю, почему нельзя использовать музыкальные фрагменты из радио. Но Ютуб почему-то очень не любит это. Сразу присылает тебе предупреждение какое-то дурацкое. Уже ж за эту музыку заплатила все и радиостанция, которая ее транслирует. О, наша дроздовая Чаротовка сегодня на месте. Приемно. Одразу некий позитивный настрой. Где-то гляжу я. Некая техника. Мне что тут робило. Интересно, что это за агрегат такой мог спускаться сюда. Может трал какой спускали. Может гуслов и тут уже делать нам нечего теперь. У нас бывает такое на озерах. Приезжаешь, а тебе говорят. А, так тут гены и гены такие. Приехали с Неваном. И все. А может и курим бамбук тогда. Ты со своими блеснами тут уже не нужен никому. Ладно. Поплывем. Поплывем. Посмотрим. Уже такая идея фикс у меня. Наловить много рыбы давно отсутствует. Честно говоря. И разобраться. Прибираемся. 100% хитов. 100% хитов. 100% хитов. 5 лет одной тоже. И уже атмосферу праздника не может нам испортить ничего, граждане товарища. Даже запрет на музыку. receptionist длина песенка оказывается сегодня мы наверно пойдем без мотора не хочется мне тягать эту лабуду озеро маленькое пойдем вот таким вот составом ну вот без всяких моторов может еще решу его прицепить не на пуск занял ровно две минуты сегодня попробуем такую рыбалочку раз на раз рыбы дадим ей равные условия без всяких моторов без дорожки так потихоньку а о красавцы клином пошли лебеди таким шумом я думал самолет на пропитание полетели ну вот мы уже так сказать на воде можно можно приступать так не видно чтобы тут кто-то особо впрыгал посмотрим в любом случае погода хорошая птица веселая лодка надежная короче все звезды сошлись ну вот как-то так непривычно даже на весах отходит от берега ястреб морской и девушка машет рукой девушки нету птичка поют на ну вот такая вот обстановка впервые взял такой штатив посмотрим как его невнимательно заплыл как тут все у нас прикольно ну качество наверно так все-таки камеру у меня вот блесна первое так чего я камеру у меня обычная вива ой вива оба ну с богом и говорит ловись рыбка большая забыл на крючок поплевать наверно поэтому не будет нам пока фарту сегодня ловлю вот на такую колебалку типа атом посмотрим результативно и вот такая вот у меня собственность вся из себя этот спиннинг кстати на дне пролежал 10 дней пока я его не достал на 7 метровой глубине я когда маленький был мы ездили постоянно сюда вот за славский озер и такое утро иногда собираешься на рыбалку а где такое не хлопцы сегодня дрена а чуде дрена зерка зерка это когда вот такая вот вода гладкая и солнце то есть практически шансов поймать очень мало но бывает или вообще рыбалка это дело своеобразное ты же не видишь что там где даже выдает свои локаторы или как они там называются у меня тоже кстати он есть но честно говоря возиться со всеми со всеми этими приблудами еще и рассматриваю дно что фиг его знает наверно это интересно как-то я в холод смотрел стоит рыба кидаешь кидаешь толку никакого если рыба кушать не хочет и холод тебе точно не поможет что-то 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 Солнце что-то такое. Что-то есть какая-то картина. Я думаю, вообще атмосферу уловили. Атмосфера праздника такого. Сегодня. Сегодня еще и праздник. И вчера был праздник. А где праздники, короче. Июль. Богат на это дело. Вообще рыбалка на хищника. Такое дело своеобразное. Очень непроизводительное. Стоило бы поставить штук 5-6 кружков наживка. И скорее всего было бы вариант получше. Что-то бы и поймалось. Но не люблю я заморачиваться с этими наживками, червяками, честно говоря. Во, природа птицы поют со всех сторон. Что-то вон там прыгало. Короче, кайф. Ой, извините, я вас уродил, по-моему. Короче говоря, снял я камеру с этого импровизированного штатива. Он мне мешает операторить. Ну, кто вас сейчас укачает-то? Поснимают с руки. Вот такая у нас тишина. Тихо, спокойно. Никого. Ни рыбаков, ни рыбы. Никто не мешает послаждаться природой. 6.35. Ну, уже все нормальные рыбаки сворачивают. Только я и там вот семья нырков где-то. только мы еще надеемся на что-то. Ну, у меня-то холодильники есть, а у них не потопаешь, не полопать, не поплаваешь, не покушаешь. Ну, скажите, разве не чудо? И ласточки. Это скрипит лодка, не обращает на меня. Везде кипит жизнь. И в тех кустах кого-то едят. И в этих кем-то завтракают. Короче говоря, бьет ключом. А дергала, как живая. Аж сердце йог дало. Такая вот травичка. Ну, где елки, там и волки. Ну, что? Вот я, видите, переложил сачок. Сошла щучка. Жалко не было фотографа. Хорошенькая такая. Сделала свечу и блесенка вылетела из пласти. Но это хорошо тем, что значит, все-таки рыба есть. Потому что говорили, что тут был замор какой-то. Хорошая щучка такая. Грамм на 700-800, наверное. Ну, ее счастье. Короче говоря, вторая поклевка оставила меня без блесны. Завела в траву и шнур не выдержал. Больвар не выдержал. двоих. Блесенку одну я оставил на память озера. Сейчас он повесил маленькую, не знаю. Ну, уже, наверное, пора собираться. 7 часов 10 минут. Но еще так вроде кто-то играет. Жалко. Ну, удовольствие, как сказать, получило. То есть, одна поклевка была вообще классная. Она на свечу дала и ушла. А вторая я не видел вторую. Но радует уже самое главное, что значит она тут существует. И легенда о том, что ее все выбили, это пока легенда. Текало. Когда начинается поклевки, всегда начинается мандраж и спешка. Вот это ведет всегда к таким не очень хорошим последствиям. Надо же побросать еще раз сошла, значит, она там есть. А это уже такой плохой советчик. Это спокойно. Ну, конечно, рыбаки меня поймут, что спокойно не получается. Не всегда получается. Всегда не получают. То есть задним умом мы все сильные. Вот чего у меня было становиться близко к камышу. Я знал, что когда она хватанет, она поведет в камыш или в траву. Так и случилось. Но с другой стороны могло случиться и по-другому. Она взяла. Так что вот такая борьба происходит. на самом деле рыбак и рыбка у каждого свое счастье. Ну и пару минут релакса. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в этом и прелесть рыбалки Зато отпускать тебе надо, как это часто блогеры А я ловлю отпускаю А у нас она сама оттопывает Хорошо? Вот так вот Ну, а тут следующий певец Я вот этот, не могу я трену это пропустить Фиг с ней с этой рыбой Чару только дает Дроздовая Жалко микрофона нету У меня такого мощного Ну, с рыбалкой все Короче, говорят На базар теперь Теперь мы плывем на базар Сегодня вторник Базарный день Надо обязательно купить сыр Если он нам еще достанется Поэтому на всех порах На веслах Чешем Через озеро Ну, вот Такая картинка Северской жизни Без рыбы Роту веселые Главное, что она есть Это Главное Как крэкспэк Крэкспэк Вот так Солнечные дорожки Пройдем Хорошо Переды еще Почти два месяца Какие они будут Неизвестно Но то, что это все-таки Будет лето Это точно Еще у нас впереди Грибы Тоже интересные Сонятия Грибы, они лучше, чем рыбы Потому что Потому что они грибы Потому что они стоят По лесу Их видят А рыба ж не видна Где вот Шапка Но сегодня мы Могли Были близки Уже к успеху За последние Три рыбалки Это, наверное Одну увидели Одну услышали Завтра Если поплывать На другую Можно было подниматься В этой все-таки Не попрыгаешь Что, в общем-то Сыграло Разлушив На верстах тоже прикольно Лодка позволяет Баллоны большие Сидеть удобно Я бы даже И сказал Поставил бы Пять Зато не надо Тащить с собой Аккумулятор Который весит Всегда И сколько Ну, мотор Ладно Мотор весит Класс Девять Аккумулятор Довольно тяжелый А без всей Эту ерунды Получается Гораздо Гораздо Быстрее Раскладываться Складываться И дальше Можно лодку Заметь Так что Есть у грибной лодки Свои плюсы На лодке И практически У машины Вот Встречает Распилась Ну, вот Как-то так Продолжение следует